Шестилетняя Кристина показывает маме картинки в книжке. Семейная идиллия, разрушить которую не смог даже и редкий диагноз у малышки. Марина Вербивская узнала о нем в роддоме, хотя первые тревожные звоночки были еще во время беременности. Плохое самочувствие, маловодие, неактивное шевеление плода. Почти месяц мы лежали там, не понимая, что происходит с ребенком. Ни врачи, ни медсестры, все ужасались и не было никакого предположения. И только за два дня до выписки нам назначили встречу, консультацию генетика. Специалист практически сразу определил – это синдром Продера-Вилли. Редкое заболевание проявляется ожирением, маленьким ростом, а в отдельных случаях – низким интеллектом. Но, как правило, симптомов еще больше. Поверить в такое родителям оказалось непросто. Мне совершенно не хотелось в это верить. Но после я, конечно, понимаю, что такое происходит со всеми родителями, как первая стадия отрицания. И выписавшись домой, спустя еще полтора месяца, или спустя только полтора месяца, мы поехали в центр генетики, сдали анализ и еще через две недели получили подтверждение. После стадии принятия наступило время действовать. Уже в процессе выяснилось, информации и специалистов критически мало. В открытом доступе только вызывающие ужас фотографии людей с последней стадии ожирения. Есть несколько специалистов всего в России, которые специализируются на этом синдроме, но нет такого общего мультидисциплинарного подхода. Мы, по сути, формируем его сейчас самостоятельно. Приемы пищи по расписанию – четкий распорядок дня. Организовать быт – задача номер один. Мама девочки старается относиться ко всему с юмором, поэтому шутят. Диета еще никому не помешала. У нас должна быть большая красивая тарелка с небольшими кусочками разноцветной еды разного качества. Это должны быть овощи разных цветов. Минимальное количество еды необходимо поместить в максимальное количество нутриентов. Это сложно. И самое сложное – это эмоциональный подход к этому. Я детей учу не то, чтобы не есть конфеты, а не говорить о том, как это вкусно. Личная история переросла в благотворительный проект. В создании помог и предыдущий опыт. Женщина несколько раз становилась лауреатом премии губернатора. Мы поняли, что создав организацию, мы поможем большому количеству людей не только в Москве и Московской области, а еще и в регионах удаленных, там, где с информацией еще тяжелее и еще хуже. Сейчас подопечных фонда около тысячи. Всего же в России пациентов с таким диагнозом в 10 раз больше. Поэтому информировать об этом заболевании как можно больше людей – тоже одна из задач проекта Марины Вербивской. Для ее решения выпускают специальную литературу и информационные карточки. Эти карточки нам помогают даже просто разговаривать, потому что, когда мы приходим в детский сад или в школу, мы порой не можем собрать слова, как объяснить учителям о наших особенностях, как объяснить соседям, друзьям, родственникам. Поэтому какие-то такие тезисы очень помогают. Генетик Инга Анисимова отмечает, синдром Прадера-Вилли возникает при выпадении или изменении 15-й хромосомы и не всегда наследуется от родителей. По статистике такой диагноз специалисты ставят одному из 15 тысяч новорожденных. Для синдрома Прадера-Вилли скрининга нет. Предсказать его довольно сложно, но невозможно практически, потому что это заболевание, которое возникает как новая мутация в семье. Врачи не делают точных прогнозов. Все индивидуально. Однако при должном наблюдении и уходе шанс на полноценную жизнь есть. В целом описаны случаи с нормальной продолжительностью жизни. Но, как правило, у этих пациентов справляются с избыточным весом. Вес они держат. И у них может быть нормальный даже интеллект. Из-за чего продолжительность жизни может быть снижена? Из-за некупируемой эпилепсии, например. Из-за сахарного диабета, который может возникнуть в сочетании с этим избыточным весом. То есть из-за осложнения заболевания. Марина Вербивская знает, Кристина никогда не сможет жить самостоятельно. Для этого нужен специализированный дом. На одном из совещаний глава округа дал поручение разработать этот проект. Дам поручение завтра уже нашему имущественному блоку искать какие-то объекты, которые бы подходили по своим параметрам, скорее всего, какой-то отдельный стоящий, чтобы можно было все-таки туда массово приезжать, нормально парковаться, чтобы мы все элементы доступной среды там собрали. Возможно, благодаря реализации этого проекта люди с редким заболеванием смогут вести образ жизни, который почти никак не будет отличаться от образа жизни других. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.